Больше двух лет обсуждали возможность концессии Горводоканала депутаты и представители администрации. 60 рублей за куб холодной воды. С таким тарифом изначально зашел потенциальный концессионер. Возможная тарифная сетка за эти годы многократно перекраивалась. Условия концессионного соглашения переписывались. С неизбежностью его заключения смирились, казалось бы, все. Но концессии не случилось. Новый глава города в конце прошлого года отменил все решения администрации, касающиеся этого вопроса. Алексей Сафонов заявил, что тема требует более глубокой проработки. И уже на одном из первых в этом году заседаний комитетов депутаты вернулись к ней. Первым шагом вновь стало утверждение перечня объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения. Вопрос поиска финансовых ресурсов для проведения реконструкции этих сетей полностью сегодня до сих пор не решен. Собственно говоря, для чего мы решили на рассмотрение возможности заключения концессионного соглашения в прошлом году. Утверждение перечня объектов – это еще не решение о концессии. Это лишь возможность для заключения соглашения. Без этого утвержденного до 1 февраля списка имущества в этом году соглашение заключить будет нельзя. А вот случится концессия или нет – вопрос по-прежнему открытый. Но без дополнительного финансирования, по словам руководителя Горводоканала, привести в порядок все сети водоснабжения и водоотведения нельзя. Ситуация в лучшую сторону меняться не может без комплексного финансирования, большой реконструкции и замены множества сетей, задвижек, системы водоснабжения и водоотведения. К вопросу концессии теплосетей депутаты подошли впервые. Но тут ситуация в корне отличается от истории с Горводоканалом. Сейчас тепловые сети находятся в аренде у Саровской теплосетевой компании, которая и обслуживает их. В декабре срок аренды истекает, и по закону продлить договор нельзя. Концессия – это один из альтернативных аренде вариантов. Концессия вообще по закону – это та же аренда, только она еще устанавливает условия по реконструкции отдельных объектов этих систем. Вот чем отзыв на отличие. По словам руководителя Саровской теплосетевой компании, они уже готовят проект концессионного соглашения и план работ в его рамках. В частности, определили список оборудования, которое в первую очередь нуждается в реконструкции. Мы выделили в первую очередь порядка 180 водов, у которых практически стопроцентный износ. Это уже, скажем, два с лишним срока прошли по замене данных водов. Соответственно, мы для себя уже сейчас определили приоритеты до 35-го года в концессию по замене данных водов. Ну и, соответственно, планируются, в принципе, первоочередные под замену вода, которые уже находятся в наиболее, наихудшем состоянии. При этом, как заверил Игорь Воронцов, для потребителя смена формы отношений Саровской теплосетевой компании с администрацией с аренды на концессию пройдет незаметно. Это никак не скажется ни на работе компании, ни на тарифах. Меняться стоимость услуг будет лишь в рамках инфляции. Предварительно, я говорю, увеличение тарифов планируется. Это в рамках инфляции планируется производить реконструкцию и ремонт за счет амортизации, которая будет нам передана по всем этим водам и оборудованию в концессию. Без инвестиционной добавки? Да, без инвестиционной добавки. Но есть одно «но». Концессия – это конкурсная процедура. И кроме Саровской теплоснабжающей компании, на нее могут заявиться и другие потенциальные концессионеры. Клидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.